В эфире Амурского областного новости в студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте и коротко о главных темах этого дня. Новые образовательные стандарты, что ждет школьников на выпускных экзаменах. Кинотеатры по Пушкинской карте. Десятки амурских школьников и студентов посещают кино бесплатно. Золотой Меркурий. В Преамуре определили лучших предпринимателей региона. Десятая зимняя универсиада. В Благовещенске прошли отборочные соревнования вузов по шахматам и настольному теннису. Ну а теперь подробнее об этих и других темах. В доковидном формате в этом году для сдачи ОГЭ и ЕГЭ выпускникам придется сдавать обязательные предметы. Однако сама процедура экзамена претерпела некоторые изменения. Об этом сообщили на пресс-конференции в правительстве Амурской области. Государственные экзамены в этом году сдадут более 3811-классников и 8800 учеников девятых классов. Для того, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, нужно сдать русский язык и математику. Математику базового уровня. А если есть желание поступать в высшее учебное заведение, то сдаем математику профильного уровня. Кроме этого, для поступления в высшее учебное заведение сдаем предметы по выбору. Из перечня учебных предметов – это литература, история, общество, знания, физика, химия, биология, информатика, иностранные языки и география. 1 февраля завершился прием заявлений на сдачу ЕГЭ. В региональной информационной системе зарегистрировано 4126 человек. Из них около 4000 – выпускники текущего года и чуть более 200 прошлых лет. Самым популярным среди предметов по выбору – общество знания. Его сдадут более 2000 человек. На втором месте – физика, 826 школьников, 778 выбрали историю. Итоговая тестация по ЕГЭ будет проводиться в три периода. Досрочный – с 21 марта по 15 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 20 сентября. Существенной особенностью государственной итоговой тестации этого года является практикоориентированные экзаменационные задания. Особенно это касается ЕГЭ. Чтобы справиться с заданиями по литературе, школьникам понадобятся более широкие знания в области поэзии, зарубежной литературы, произведений русских классиков, начиная со второй половины 18-го и заканчивая 21-м веком. По иностранным языкам имеют место следующие изменения. Ушло такое задание, как описание иллюстрации. Добавилось задание на описание графика или таблицы с некими социологическими исследованиями, что тоже связано, допустим, с формированием общекультурных неких навыков и грамотностей. Серьезно изменились контрольно-измерительные материалы по истории. Уменьшилось количество заданий с 25 до 19. Исключено задание, так называемое, историческое сочинение. Но добавлено задание на понятийность. Причем понятия, исторические понятия, необходимо будет участникам экзамена сопоставить с реальными событиями, историческими событиями, которые имеют место в тот или иной период времени. В рамках ЕГЭ по обществознанию исключено мини-сочинение. Вместо этого выпускникам потребуется дать развернутый ответ на знания Конституции Российской Федерации. Также в рамках общения с журналистами специалисты регионального Министерства образования и науки и Амурского областного института развития образования рассказали подробнее о процедуре обработки результатов экзаменов, сроках проверки работ. Сообщили, что попробовать себя в ЕГЭ могут и родители выпускников. Сделать это можно в рамках Всероссийской акции 30 марта. В заключении спикеры напомнили о горячих линиях по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. Они доступны и на сайте Министерства образования и науки Амурской области. Наталья Ткачук, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Десятки амурских школьников и студентов посещают кинотеатры по Пушкинской карте. Это стало возможным с февраля 2022 года. Ранее посещать бесплатно молодежь могла музеи и театры. Насладилась одной из кинокартин по Пушкинской карте и наша съемочная группа. Продолжит тему Евгения Хмелева. Пушкинская карта – одно из нововведений прошлого года для молодежи. Ее достоинство уже ценили амурские школьники и студенты, которые посетили более сотни культурных мероприятий. Теперь молодежь при Амурье может потратить средства карты на покупку билетов в кино на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. Например, амурчанка Нина Журавлева пользуется такой картой с момента старта программы. Девушка посещает музеи, выставки, смотрит театральные постановки, а теперь и российские кинокартины. Сегодня я купила билет в кино по Пушкинской карте. Я считаю, что эта программа очень полезная. Она позволяет привлечь больше молодежи к российскому кинематографу. По такой программе уже работают кинотеатры в Благовещенске, Архарее, Тамбовке. Отмечается, приобрести билеты можно только онлайн. Для этого при входе в зал установлен специальный QR-сканер. В скором времени покупки будут производиться и на кассах. Посещаемость, в принципе, неплохая. Это, конечно же, подспорье для нашего кинотеатра. Потому что мы приучаем, во-первых, молодежь, молодое поколение к просмотру нашего отечественного кино. Поэтому мы очень рады, что такая возможность появилась. По данным Министерства культуры и национальной политики Амурской области, в этом году более 20 тысяч амурчан уже оформили Пушкинскую карту. С начала этого года по ней уже осуществили более 40 тысяч транзакций. Данная карта действует для молодежи от 14 до 23 лет. Ее можно оформить на госуслугах, либо, обратясь в почтобанк, и посещать мероприятия, используя средства федерального бюджета. Лимит в этом году 5 тысяч рублей. 2 тысячи рублей из них можно потратить на посещение кинотеатров. Оплата доступна на сайте кинотеатр.ру только на фильмы российского производства и советскую классику до 1991 года. Сейчас на Пушкинской карте можно увидеть 4 кинокартины. Перечень картин будет пополняться в течение года. Фильмы, участвующие в программе, отмечены иконкой с изображением Александра Сергеевича на сайтах. На каждый сеанс можно приобрести не более одного билета. При входе необходимо показать документ, удостоверяющий личность. Евгения Хмелева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Преамуре определили лучших предпринимателей региона по версии премии «Золотой Меркурии». Конкурсная комиссия оценила возраст компании, деловую репутацию, вклад в социально-экономическое развитие региона, новизну товаров, участие в деятельности торгово-промышленной палаты. Победителями премии в номинации «Лучшее малое предприятие» стали представители в сфере промышленного производства, строительства, услуг, агропромышленного комплекса и других. По словам организатора премии, цель конкурса – содействие развитию предпринимательства, обеспечение возможности представить лучшие образцы продукции. Как руководитель центра «Мой бизнес» приглашаю и победителей, и вообще предпринимателей в наш центр. Этот дом предпринимателя создан специально для вас. Приглашаю создавать сообщество, приглашаю вместе работать над решением проблем в текущей ситуации. Это наш братский народ, и он будет таковым всегда. Об этом сказал на митинге-концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией, амурский губернатор Василий Орлов. Праздник состоялся в Большом зале ОКЦ при участии солистов и творческих коллективов города. Наш корреспондент Екатерина Талалай продолжит тему. До начала концерта в холле общественно-культурного центра организовали флешмоб. Волонтеры выстроились в Симол-Зет в поддержку российских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Также была организована акция «Письмо другу». В ее рамках желающие составили ободряющее послание для жителей Донбасса. Прогнули все и братья по кресте, Прогнула все, но не моя страна. Был уваженный высоко с длиной год, И кровью смерть была для ныньяна. А в дочь лицом выкнулся небосвод, Прогнула все, но не моя страна. С 2014 года, 18 марта, особый день в истории нашей страны. 8 лет назад состоялось воссоединение Крыма с Россией. Об этом важном событии знают даже иностранные, курсанты ДВОКУ, которые присутствовали на мероприятии в качестве зрителей. Относит президент, как остальные русские, Потому что Крым – это земля Российской федерации была раньше. Потом, когда Советский Союз был, Президент подарил территорию для Украины. И Россия вернула на свои земли Крым. Крымская весна. Я хорошо отношусь к этому празднику. Вообще к этим праздникам хорошо отношусь. В 2014 году был Крым в состав России. И этот праздник посвящен присоединению Крыма к России. Вот этот праздник отмечает Всероссия Крымская весна. В митинге-концерте, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией, Приняли участие военный оркестр ДВОКУ, Ансамбль Перепевы, студия Танца Трафик, Заслуженный коллектив-провестники, Солисты оркестра Амур Джаз Бэнд, Музыкально-творческая студия Сальвейко, Фокальный ансамбль «Душа границы пограничного управления ФСБ России по Амурской области». На сцену выходил и амурский губернатор Василий Орлов. И мы видим, что за эти 8 лет было сделано очень многое. Была построена инфраструктура, в том числе уникальная инфраструктура. Один крымский мост чего стоит. Строятся дороги, аэропорты, социальная инфраструктура. И самое главное, что люди в Крыму все это время живут под мирным небом. В отличие от других территорий, где сегодня происходят боевые действия. Василий Орлов в своем выступлении выразил надежду, что жители Украины, как в недавнем прошлом, наш братский народ вновь станут таковыми в ближайшее время. Екатерина Талалай, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Десятая зимняя универсиада. Под таким названием прошли отборочные соревнования вузов подведомственных Минсельхозу России по шахматам и настольному теннису. Площадкой для состязаний стал Дальневосточный государственный аграрный университет. В спортивном зале собрались студенты-спортсмены из Уссурийска, Улан-Удэ и Якутска. Такие состязания провели впервые за несколько лет. Соревновались как профессиональные спортсмены, так и любители. Например, 21-летняя Валерия Долгова занимается теннисом более 10 лет и имеет за спиной огромный спортивный опыт и множество наград. Девушка играла за Дальгау. В соревнованиях именно такого уровня участвую я первый раз. Вот именно такого уровня первый раз. В университете я уже за университет играю уже четвертый год. То есть у меня последний год остался, я обязана защитить честь университета. По результатам состязаний первое место заняли студенты-спортсмены из Дальневосточного ГАО. Второе и третье места достались теннисистам из Улан-Удэ и Якутска. А вот соревнования по шахматам привлекли свыше 60 участников. Турнир прошел также в рамках универсиады. Партии разыграли студенты Арктического государственного агротехнологического университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Лучшими признали шахматистов Бурятская сельскохозяйственная академия, серебро и бронза у Арктического и Дальневосточного университетов. 60 амурских школьников научились играть на варгане, бубне, изучили традиционные орнаменты, обряды и танцы коренного малочисленного народа Севера. В течение пяти дней школьники из трех городов области провели в детском оздоровительном лагере «Колосок», где прошла интенсивная общеобразовательная программа «Эвенкл Тревел». В рамках проекта с 14 по 18 марта дети проходили обучающие занятия, мастер-классы, слушали лекции, посещали виртуальные экскурсии. «Эвенкл Тревел» – это не только образовательная, но и познавательная смена. Участники освоили стихи на языке народов Севера, научились вокалу и игре на традиционных музыкальных инструментах. В завершении провели большой праздник «Букалдын», который с венкийского переводится как «Встреча Нового года». Юные амурчане также прошли несколько обрядов очищения. Проект, который состоялся в рамках «Года культурного наследия народов России», объединил представителей разных национальностей, включая детей из овенкийских сел, Ксеремджинского района, а также Тындинского округа, школьников из Благовещенска, Шимановска, Прогресса и Октябрьского района. Этот материал завершает выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова